Всем привет! В ролике с феноменально простой закалкой металла я показал, как готовил топорики к термообработке. После закалки и отпуска провел серию испытаний. Кухонные топорики и нож легко рубили не только монетки, но и стальные трубы. Сегодня наведем красоту. Сделаем художественное травление металла и воронение устойчивое к ржавчине. А еще покажу простой способ изготовления ручек. Ну а начнем с полировки участков металла, на которых будет рисунок. Раньше полировку делал коралловым диском на уши. С орбиталкой получается аккуратнее. Начал с крупного зерна. Дальше ставим 120. Через пару минут 320. Затем полировал вручную. Восьмисотой наждачкой. Тысячной. И двухтысячной. В общей сложности на полировку одного топорика уходит не более 20-30 минут времени. После наждачки топорики зеркалят не идеально. Но для воронения этого вполне достаточно. Для травления металла понадобится низковольтный источник питания постоянного тока, соль и трафарет. Трафареты можете использовать мои. Ссылка под видео. Либо сделать свои. Обучающий ролик о том как делать трафареты тоже под видео. Трафареты с расширением CDR копируем на флешку и просим сделать плотерную резку на виниловой самоклеящейся пленке в ближайшей фотостудии. Там же возьмите немного монтажной пленки. Линии после плотерной резки почти не заметны. Разрежьте лист на отдельные трафареты и аккуратно удалите самоклеящуюся пленку, которая не нужна. На подложке оставим только то, что в итоге будет зеркальным. Далее трафарет нужно перенести на топорик. Для этого поверх клеем, монтажную пленку. Разгладим и аккуратно снимаем. Монтажную пленку можно использовать несколько раз. Металл быстро окисляется на воздухе. Поэтому как только обезжирим ацетоном, сразу клеим трафарет. Главное хорошо прицелиться и наклеить с первого раза. Монтажка снимается легко, если снимать под таким углом. Травление будем делать двухслойное. Поверх этих наклеек клеим еще один слой. Важно хорошенько придавить края в местах пересечения наклеек, чтобы под верхнюю наклейку не попал раствор соли. Дальше берем подходящую посуду. В качестве подставки взял пластиковую крышку. Ставим топорик внутрь. При травлении топорик будет анодом, а катодом будет сетка. В моем случае зазор между топориком и сеткой 2-3 сантиметра. Для травления при напряжении 2-3 вольта и силе тока в 15-20 ампер этого достаточно. Заливаем раствор соли. Раствор готовится из расчета килограмм соли на 4-5 литров воды. Температура воды 20 градусов. Для травления можно использовать любой низковольтный источник питания постоянного тока. Зарядного от смартфона хватит для травления каких-либо мелких вещей. Зазоры между анодом и катодом придется сделать не более сантиметра. Для топориков можно использовать автомобильное зарядное или аккумулятор, либо 5-вольтную шину компьютерного блока питания. Этот блок питания я переделал в регулируемый сравнительно недавно. Ссылку на то, как я его делал оставлю в описании под видео. В плюс подключаем каноду минус к сетке. Если подключите наоборот, наклейки отвалятся. У меня сейчас напряжение менее 2 вольт, а сила тока почти 13 ампер. Была бы площадь травления больше, пришлось бы что-то менять. Либо поднять силу тока, либо уменьшить расстояние между анодом и катодом, либо увеличить время травления. При травлении обязательно нужно следить за температурой раствора. Если температура поднимется выше 30 градусов, уменьшайте силу тока. Либо увеличьте расстояние между анодом и катодом. При нагреве выше 30 градусов наклейки тоже могут отклеиться. Тем, кто занимается травлением металла впервые, я бы рекомендовал вначале провести пробное травление на предмете, который не жалко. Методом проб вы поймете какой блок питания из тех, что у вас есть лучше, на каком расстоянии должен находиться анод от катода, чтобы раствор не грелся и как долго нужно травить, чтобы получить узор с желаемым объемом. Первый слой я травил ровно час, после чего смыл оксид железа под проточной прохладной водой. Просушил и осторожно снял верхний слой наклеек. Глубина травления первого слоя с четверть миллиметра. Хотелось бы больше. Поэтому силу тока для травления второго слоя поднял до 17-20 ампер и травил еще один час. Пока травится первый топорик, готовим второй. Прошел второй час. Оксид железа уже смыл. Снимаем наклейки и посмотрим, что получилось. Пока что смотрится невыразительно. Второй топорик поставил травиться в том же растворе, а этот шлифанен тысячной наждачкой. Ну вот уже лучше, но до идеального состояния пока далеко. Кстати, после травления лезвие стало довольно острым. Даже не заметил, как порезал палец. У стали 9ХФ и 9ХС при всех достоинствах есть существенный недостаток. Она ржавеет. Поэтому сделаем воронение. Способы воронения колой и льняным маслом я сразу исключил, как самые слабые и неустойчивые к стиранию. К тому же на выходе я хочу получить черный цвет. Поэтому воронить будем щелочью. Для травления понадобится каустическая сода, он же едкий натрий и натриевая селитра, он же азотно-кислый натрий. Реактивы достаточно агрессивные. Допустим алюминиевую кастрюлю они сожрут за считанные секунды. Поэтому для травления годится только посуда из нержавейки. Каустическую соду смешиваем с водой из расчета 500 грамм на литр воды. Натрий азотно-кислый 350 грамм на литр воды. Начнем с каустической соды. На 3 литра засыпаем полтора килограмма. Да совсем забыл показать. Сейчас температура воды 20 градусов. Немного перемешаем. И температура поднялась до 90 градусов. Едким натрием соду называют не случайно. При взаимодействии с водой она выделяет очень едкие пары. Не рекомендую этим заниматься в маленьком помещении без вентиляции. Азотно-кислый натрий едкие пары не выделяет. Добавим в ванну килограмм 50 грамм. Я уже подготовил топорики к воронению. Саморез послужит как упор, благодаря чему воронение будет идти с двух сторон более равномерно. Топорики нужно обязательно обезжирить. Кладем в бикс. В нем за раз можно заворонить два топорика. И заливаем раствор. Думаю достаточно. Процесс воронения начнется когда раствор закипит. Температура кипения каустической соды 140-200 градусов. В зависимости от пропорции. Сейчас всего 70 градусов. Печка-самоделка горит. Уже 100 градусов. Видно, что начинает закипать. Прошло где-то 40 минут. Топорики уже почернели. На всякий случай перевернем их. Этот тоже потемнел. В прошлый раз вместо азотно-кислого натрия я использовал азотно-кислый калий. И пожалел об этом. Потому что вместо черного цвета получил горчичный. Очень напоминающий ржавчину. Прошло более полутора часов. Топорики нужно достать и промыть в проточной воде. Подготовил ведро с горячей водой. Опускаю топорик в воду. И слышите как шипит? А этот топор я воронил 4 года назад. И все это время он жил в машине. Выручал не раз в лесу и многократно на рыбалке. Кое-где воронение стерлось, но не сильно. Загружаем вторую партию. Раствор выкипает. Дольем. Кстати, не пытайтесь доливать обычную воду в кипящий раствор. Можно получить серьезные ожоги. Эти кривогубцы после морской рыбалки ржавели. Даже если на скорую руку малость заворонить, ржаветь уже не будут. Все топорики и нож воронил по полтора часа. Полировку отложил на потом и сразу перешел к изготовлению рукояток. Наколол рейки из мореного дуба. Отстрогал еще дедовским электро рубанком. Насверлил отверстия. Стянул автомобильными скобами и по стальной рукоятке топорика вырезал, как по шаблону, нехромовой нитью. Регулировку напряжения, чтобы нить не сгорела, делал китайским диммером. Нехромовую нить, чтобы не ударило током, подключал через понижающий трансформатор. А включал концевиком. В ящике трансформатор на 24 вольта 0,16 киловатт. Лишнее снял самодельным диском. Хотя объем работы небольшой, можно и коралловым диском это снять и лепестковым. Заклепки сделал по размеру отверстий из обычных гвоздей. Ручки посадил на эпоксидный суперклей хват. И стянул струбцинами. При температуре 20 градусов он сохнет 36 часов, а при температуре 90 градусов 10 минут. Клей высох. Осталось сделать финишную шлифовку и полировку. Я полировку делал оксидом цирия. Но больше нравится полировальная паста G3. И наконец, заключительным штрихом будет пропитка ручек, да и лезвие льняным маслом. Участки, где масло впитывалось в древесину, смазывал еще и еще на протяжении нескольких часов. После чего стер остатки масла. Ну и как на ваш взгляд, круто получилось. Если нравится, поставьте лайк. Первую партию топориков разобрали друзья и родня. В этот раз один топорик оставлю себе, а топорик с логотипом компании Foxweld и две чашки, которые я от пескоструил с помощью компрессорной головы AEROMAX B2105T, которая стала мощным сердцем моего нового компрессора, отправлю в компанию Foxweld. Компрессор собрал месяц назад, а через недельку буду сливать обкаточное масло. Если помните, на боковую крышку масляного картера ставил мощный неодимовый магнит, чтобы посмотреть что будет. В теории магнит собирает металлическую стружку и пыль, которая работает в масле как абразив. Тем самым очищает масло продлевая срок службы компрессора. Вот и посмотрим что он соберет. А заодно покажу насколько просто можно делать авторские сувениры с помощью компрессора и дешевого пескоструйного пистолета. Топорики довольно острые, но если посмотреть на режущую кромку, то видно что я их не точил. До закалки точил, но не до остроты. Теперь посмотрите как они режут бумагу. Согласитесь, для кухонных топориков довольно сносно. Но если посмотреть на режущую кромку под микроскопом, то выглядит не презентабельно. По сравнению с механической заточкой. Тем не менее, бумагу режут, а при необходимости будут рубить не только кости, но и металл. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. До встречи! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова